СССР также боролся с исламом, как борется с ним Россия, но, конечно, под другим углом. У СССР была задача заменить политический ислам неким ближневосточным вариантом марксизма. Они поддерживали палестинские группировки, стоявшие на святских марксистских позициях, и очень были против политического ислама. Даже если он был антиимпериалистический, антизападный, это было, может, для них еще хуже. Задача СССР в отношении ислама была контроль через левый фронт, через левацкие группировки, через марксизм, через национал-освободительные так называемые движения, всегда с акцентом на национал, потому что ислам, он, в принципе, не допускает аргументацию с этнической позиции. Вот тут совершенно все однозначно. Что касается России, то Россия борется с Ближним Востоком как таковым. У него нет задачи перевести это в какой-то другой формат, либеральный, нелиберальный. То есть они смеются над риторикой американцев по части введения демократии, издеваются над американцами, потому что им не приходит в голову, неинтересна совершенно такая задача, внести что-нибудь от себя, какую-нибудь такую инновацию на Ближний Восток. Его надо давить, его надо бомбить, его с ним надо поступать, как с городом Грозный, делать из него Сталинград, делать из Сирии Сталинград. А вот задача конкретно разрушение этого пространства, разгром политического ислама в максимальной степени, потому что они, во-первых, не верят ни в какой марксизм, который мог бы там прийти и заменить, тем более марксизм сегодня, это вчерашний день. Вот. Они прекрасно понимают, что единственный выбор народов Ближнего Востока, большого Ближнего Востока, это политический ислам. И они воюют с этим. То есть здесь вот, скажем, нет вообще ни капли, ни грамма поддержки в отношении какой бы то ни было группировки, если там Соединенные Штаты бравируют какими-то либералами, которые у них есть в среде ближневосточных людей, вот, какими-то, так сказать, свободными армиями и так далее, то для кремлевских это тоже смешно. Они принципиально отвергают идею развлечения между какими бы то ни было направлениями в Ближневосточной мысли, политике. А для них это все, это то, что подлежит забамбливанию. Они не собираются вдаваться в тонкости, как Интеллижент Сервис, как ЦРУ, там свои люди, пятые колонны, агентуры, КИМ и так далее. Это все предмет уничтожения. Поэтому вот эта разница, она существует.